Ассаламу алейкум! Можно начинать? Все в сборе. Академические 15 минут прошли. Мы продолжаем работу, ну, фактически, такого вот дискуссионного клуба. Ну, вчера у нас было мероприятие, когда Чайка чуть не затокфилили, хотя он призывал, чтобы не затокфилили друг друга. Сегодня, вот по крайней мере сейчас, я думаю, что у нас тема может быть не столько острая, потому что вчера мы говорили о модернизме, а сегодня мы говорим о суфизме. И надо сказать, что суфизм, он не является какой-то такой уж особой загадкой, по крайней мере, для моего, так скажем, там, давахабитского поколения. Весь ислам начинался с суфизма. Потом ты уже о чем-то другом узнавал. А вообще первый интерес мусульманина к вере в 80-е, в 70-е, даже в 90-е годы, он был такой вот суфийского характера. И только уже там к середине 90-х мы друг другу говорили там, да, то есть, а ты за ваххабизм слышал? Что это? Я хочу немножко уточнить по регламенту, мы решили чуть-чуть изменить. У нас будут два докладчика и два оппонента. Каждому мы даем несколько раз по 10 минут на проговор важного тезиса, который он хочет донести до аудитории. Потом мы даем слово одному, один-два вопроса из зала, потом мы даем слово оппоненту. И так по кругу до конца, пока мы не придем к финалу. Я думаю, что начнет эту тему Абдуров Завиров. Абдуров Хазрат. Вот вам микрофон. Рахмат. То есть, во-первых, хочется сказать о разделении исламской общины на фундаментализм, то бишь, ваххабизм, суфизм, модернизм и традиционный ислам. То есть, я бы хотел обратиться к организаторам, устроителям мероприятия. То есть, вы отделили тасауф от традиционного ислама. Отделять тасауф от ислама – это все равно, что отделять тело от души. Тасауф является частью нашей культуры и религии. Тема тасауфа, которая устроители мероприятия «Опозвали суфизм», является лидирующей среди проблем, о которой больше всего говорят, спорят, думают. И насчет него больше всего высказываются и положительные, и отрицательные суждения. Со временем своего возникновения и поныне он служит объектом постоянного интереса. И сегодня тасауф вызывает интерес и является предметом различных споров, как система мировоззрения и как образ жизни и методика воспитания термии-оксуфа. Хочется напомнить о распространении тасауфа в Оскокамской Булгарии, Золотой Орде, Дашти, Кипчак, Лусь, Джучей, Урда, Муапдам, Урда, Тахабия, Тартария, Великое Татарское царство. В постзолотоординских государствах – Казанское, Астраханское, Крымское, Касимовское, Сибирское ханство, Орд Тахту-Ла-Арда, Большая Орда, Нагайская Орда. В исторических источниках есть информация о принятии через мащайку тасауфа, шейхов тасауфа, ислама великим султаном, султану-ль-Азан, великий султан, узбек хан Хазратлере, который взял имя Мухаммед в 1312 году, как он и вот элиты золотуарды через шейхов Машаев и Тасауф, они приняли ислам. Также уместно будет вспомнить об институтах тасауфа, о личностях и мастерах тасауфа, таких великих шейхов и муршидов, как Кул Шариф Хазратлере, Взаимуллах Расули Хазратлере, Хабибуллах Ишан Хансивар Хазратлере и другие. Прочитать о том, как отзывался о тасауфе великий татарский богослов Муса Джарулла Бигеев, опровергая противников институтов тасауфа и тасауфа своего времени. Вспомнить великого татарского просветителя, ученого, Шигабибина Харджани, Рахматуллах Али, который был шейхом тасауфа. Также имеется сельселяторикат Нагжбандия у первого, именно не со стороны царской охранки, не со стороны московских чиновников, назначенного, а народом, мусульманам в России, избранного муфтия шейха Аликджана Баруди, есть сельселя, тарикат Нагжбандия. У шейха, например, Хабибуллах Ишана Хансиварова, чьим учеником моей дедушки являлись, Юсуф Бабабас и Шайдуллах. 25 лет они проходили обучение. У него была сеть мусульманского образования, то есть у него была своя образовательная структура, трехступенчатая, мы знаем, что это революция, Ибдария, Руждия, Алия. Вот у него было мадресе, и он со своим сыном, во время своей деятельности, служения на пути Аллаха, подготовил тысячи специалистов, это мадресов, муалимов и муадлинов. О нем в своем труде, в частности, упоминает Риза и Димбене Фахриди, хазерат-карир, рахматуллах Алиф, в своем труде Асар. Тасауф всегда объединял мусульман и был знаменем в национально-освободительной борьбе. Если вспоминали, в 1952 год, когда Иван Грозный со 150-тысячным войском они осадили Казань, и вот взорвали стену, им помогал немецкий инженер, порох, и вот когда стена была взорвана, ринулась вот эта армада, и кто стал на защиту своей родины, своего государства, своей нации, своих религиозных ценностей, своей религии, это шейх, Кулшариф, он был алиман, он был мударисом, было медресе, он был имам-хатыбом, мечеть его имя носила в свое время на территории Казанского Кремля, он был натыбуль-ашарах, человек, который опекал домочадцев, пророка Алиссаляту Василяту, при султанах, при ханах было, он был поэтом, достанем, ахрух-бихуджа, его произведение, он был историком, захоронамая, беляят и Казан, сохранились его стихи, также он был и государственным деятелем, мурщитом, каменным, совершенным духовным наставником, тариката Ясавея, он был без рода пророк, ассаляту Аллаху, алиэкху, 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 гиенологическое древо его сохранилось, и вот он пал шагидом, и тысячи муридов, и шагирдов вместе с ним пожертвовали самым ценным, что Аллах веровал. Далее еще, что хочется сказать о сильном влиянии Тасауфа, который он оказал на поэзию, на культуру, на эстетику, на литературу татарского народа. Вот вспомни даже слова современников, Мухаммед Салатунзин знает, в Алиахмад Судур, вот что он говорил, он у меня гостил и лекции читал, он сказал, что Тасауф это ядро ислама, это сердцевина ислама, и вот мой покойный устарший Аббас Хазрадвибарсов поведал мне о том, что он лично встречался с живыми шейхами Тасауфа, которые жили в Волго-Уральском регионе. Преемственность это и есть традиционный ислам, вот мой шейх Аббас Хазрадвибарсов, его устазом был Асабулла Хазрадтаимов, его устазом был Шейх Шахмартан и так далее. Хотя с начала 20-го столетия, или 19-го века, можно сказать, государственными властями некоторых стран прилагают усилия для того, чтобы отстранить от участия в общественной жизни социальные институты Тасауфа, его образовательные через день интересных людей к этим институтам не вмешается. У нас, в Российской Федерации, к сожалению, эти институты были полностью уничтожены после большевистского переворота сто лет. И вот, и минует великая акция в социалистической революции, а сейчас большевистским переворотом. И вот, что произошло. Полностью уничтожили институты Тасауфа и ведущая роль принадлежит партии коммунистической и НКВД, чьим преемником являетесь КГБ сегодня ФСБ. И вот 40 тысяч религиозных деятелей расстреляли, в 80-м осталось 80 мечетей, у нас было 15 тысяч, 40-ка были бы способны вести службу, 40 тысяч религиозных деятелей расстреляли, всю эфире периодически изданий, закрыли, всю систему религиозного образования, уничтожили. Вот, к сожалению, вот то, что мы не имеем. Особенно на Западе и в Америке способ обучения посредством Тариката и образ мышления по Тасауфу подвергается пристальному изучению. Очень многие члены Тариката, происходящие родом из Северной Африки, находятся в Аваргаде распространения ислама в странах Европы, например, в Англии, Франции, Америки. Идеи произведения таких великих мастеров Тасауфа, как Имама Газали, Джаля-Лет-Ина-Руми и других продолжают привлекать в себе внимание мировой общественности. И своеобразной ступенью в изучении и развитии Тасауфа является то, что, например, на богословских факультетах и университетах Турции предмет Тасауфа стал одним основным разделом знания. Это значит, что Тасауф начал признаваться и приниматься научными кругами. Хочется упомянуть и о вариантах сегодняшнего понимания Тасауфа. Рассказать о происхождении источников Тасауфа, его предмете и цели, поговорить об истории Тасауфа, которая подразделяется на три исторических периода. Зур, Тасауф, Тарикат. Упомянуть об идее Тасауфа с подразделением его на Тахаллю и Тахаку, поведать о наиболее распространенных Тарикатах, а также об институтах Тасауфа, уделить внимание специальных вопросов Тасауфа и трудам, посвященных Тасауфа, таких как Тасауфа, и так далее. Тасауф – это духовная жизнь. Ислам – это духовный авторитет личности пророка Мухаммеда, которые выражаются в форме институтов и представительства Тасауфа. И в этом виде дошли до нашего времени. По духовному авторитетам подразумевается образцовые личные качества пророка Салли Аллаху Салям, ва-ля-кадкян, алейкум, фир, асули, ля, бус, ва-дум, ха-цалям, то есть образцовый пример, как известно, наш любимый пророк, алейкум, воплоте своей личности в шахсияте, в своем авторитете, в сияте, в политике, в мире науки, и в духовности, и в других аспектах человеческой жизни. Тасава представляет собой наивысшую точку, сущность и стержень исландских наук, Олюм и Шарьер. Та сторона Тасава, у которой представляет собой духовный опыт, получила название халь-состояние. У татар даже ничего, халимичи, как твое состояние, это не означает, сколько у тебя в кармане денег, а каков твой внутренний духовный мир. И вот, что еще хочется сказать в хадисе, которое упомянуто в книгах, в взводах хадисов, как хадис-жибри, понятие ислам, иман, ясан перечисляете именно в этой последовательности. Это перечисление демонстрирует алгоритм постепенного восхождения к совершенству. Ислам охватывает части тела человека и представлен повторением языков того, что установлено религией. Иман относится к сердцу, кальпе, представляет собой утверждение и установление веры в душе. К тому же, следующее, а Тасава, это уже другая ступень. То есть, еще хочется, что... Простите, пожалуйста, я перепью вас. Я еще верну вам слово, и у вас будет возможность выставиться. Хорошо, я придерживаюсь тогда рекламы, как имам Шафии говорит, я что узнал у людей Тасава, одно из них, аль-Вахту Кайсаев, что время подобно ничего. Я просто пока вопрос... Не оставляйте микрофон, он вам понадобится. Потому что сейчас вам придется отвечать. И начнем с моего вопроса. И благодарю вас за такой вот исторический обзор. Я даже не предполагал, что в Татарстане столь серьезные суфийские корни есть. Я думал, что здесь как раз суфийские мнения были приняты. Так что спасибо за эту лекцию. Но у меня вопросы. Вчера, например, мы говорили о модернизме, и все было ясно. То есть, согласны мы с этими людьми, не согласны, но у него взгляд и понятный тезис. Что мы предлагаем? Что нас отличает от других мусульман? Что... Это все ясно. А когда мы говорим о тассамах, когда мы говорим о суфизме. Суфизм. Что это? Чем это отлично от всего прочего? Когда мы говорим, что это мусульманин, то есть понятно, что в идеале это человек, который исходил шакалов, что это человек, который по возможности сделал хаш, платит за хаат, держит пост. Все знают, что нужно быть, тот минимум, который должен быть для того, чтобы... А что такое суфизм? Что он отличает? Что его отличает от всего прочего? Ну, я бы сказал следующий на ваш вопрос. Как учителя нас учили? Первое, с чего мы начинаем, это исправление ахиды. Тасхиху ахиды. Мы знаем, что мы здесь. Ахли суннавад джамак, мы здесь сунниты. Наша ахида суннитская. Первое. Второй этаж, после того, когда человек уверовал, он что? Он действует. Аль ладзина аману амалю салихат. Те, которые уверовали и творили благие дела. То есть мы должны поступать в соответствии своей веры. И вот этому учит нас такая шариатская наука, как фиг. Это подробное рассмотрение хукм, вопросов, кащающих ибадят о поклонении, муамалят о взаимоотношении и ухубата системы наказания. То есть мы должны действовать в соответствии с шариатом. То есть наука фиг. У нас две правовые школы распространены. Фиг ханафитского масхаба в Паволжье. И на Северном Кавказе есть у нас еще шахиитский масхаб. Далее, к чему? Мы должны действовать. То есть изучили. Постигли ахиду, постигли фиг, потом мы действуем. А тасавав – это уже четвертый этаж. Первый этаж. Это система духовно-нравственного воспитания. Тасавав – это означает от слова «тасвету и халь» – очищение сердца. Как имам Малик Хазрятляра, рахматуллах алейх, говорил, он и мухаддист, и фақив, он говорил, «Мэн тасавава ха валям тасапага фақат тазандаха». Тот, кто постиг тасавав, но не постиг фиг, этот человек впал в ересь. «Мэн тасапага валям тасапага фақат тасаса». А тот, кто постиг фиг, но не постиг тасапага, он впал в нечестие. «Мэн тасавава ха тафапага фақат тахапага». А тот, кто постиг тасапага и постиг фиг, вот этот человек есть из тех, кто постиг истину. То есть та самая работа над сердцем. Мы знаем известный хадис пророка, он говорит, что Всевышний Аллах не взирает ни на облики ваши, ни на имущество ваше, но взирает он на ваши сердца, в другом ревояте передачи на ваши деяния. То есть сердце, хадис, это то место, куда обращен взор Всевышнего Аллаха. И вот мы должны его очистить. Имам Баргавы, например, великий исламский ученый говорит, что есть 62 сердечных недуги, таких как хибр, сексабилия, то есть сердце, потом мякс, есть человек, это ни животное, ни ангел, да, он ни животное, ни ангел, это высшее, это венец творения. И вот у человека есть халь в сердце, у человека есть нахс, частичка сатаны, у человека есть душа. Вот именно Тасав, он сосредотачивает, концентрирует усилия на том, чтобы очистить сердце, потом получить духовное воспитание, как и это руха, и очистить нахс. Это система духовно-нравственного воспитания в исламе. Ответ ясен. Большое спасибо. Ренат, скажи, пожалуйста, есть ли где-то в зале вопросы? Есть у кого-то вопросы к докладчику? Ни мнения, ни высказывания, что вы думаете об этих словах, а именно вопросы? Просту? Прошу вас. Нет, короткий вопрос. Скажите, Тасав, в каком году, вот видели, образовался, и кто ему дал такой термин? Ну, Тасав, он был. И одно из названий Тасав берет от слова Асхаба Суха. Мы знаем, что когда наш любимый пророк, Али Салям, совершил хижру, переселение из досточтимой Мекки в Лучезарную Медину, где он построил новое общество, новое государство. Мы знаем, что это не Восток и не Запад, это цивилизация ценностей, божественных ценностей, да? И вот что он сделал? Он построил там мечеть. Мечеть. Мечеть является обителью каждого верующего. И там вот к мечетью примыкала сухба, то есть навес. И там от 70 до 300 асхабов проходили духовное воспитание. Среди них, например, был Абугу Ра. Вот тогда возник Тасав. То есть это часть ислама, это часть шариатской науки. И Тасав не может быть вне рамка Корана и Сумы. То есть они себя уже называли. Нет. Тасав потом появился. Например, в Иснаадах хадисах есть. Вот посмотрите, Иснаадах хадисах у Бухарии, у Муслим, у других. Ахли Тасав, Ахли Тасав. То есть это огромная тема. В двух словах я не отвечу, но есть даты, есть учёные. В принципе, ответ был да. Это одно, это один из ответов, их много. Я видел, что, по-моему, у вас, у кого ещё был вопрос? У вас, по-моему, да? Прошу вас. Ибн Хайм Аль-Джавзия много писал о душе, о самоотечении, ну, обо всём, что вы говорите. Вот, да, вот, просто себя исправлять. Его мы можем относить к учёным Тасаву? Спасибо. Ибн Хайм Аль-Джавзия много писал про Тасаву, ну, прям про зихр, про, например, что он говорит, Ибн Хайм Аль-Джавзия, что сердце, оно покрывается налётом греха. Баль-раам аля клюбиви. И нет, их сердца покрыты налётом греха. И вот он говорит, что есть две причины. Первая причина – это да, это грех. То есть, когда человек грешит, сердце нештепенное, одно пятно, второе, третье и так далее, может полностью почернеть. И вторая причина – это да, это забвение об Аллахе. Есть две причины излечения этих сердечных недугов. Это первое – викрулах, упоминание Аллах, истифар, просьба о том, чтобы Аллах простил эти грехи. И он приводит в своей книге ещё слова с подвижника Абу-Дарда, рады Аллаху, когда будет доволен Аллах, где он говорит «Инналь ликул лишаил джилля, ва инналь джилля ликул викруллах аззаваджал». У каждой вещи есть то, что очищает, доводит до блеска, полирует эту вещь. И полировка очищением сердец является слова поминания Аллаха. То есть, Ибн Каим Джарзи, он именно брал из этих источников всё, что он сказал, и уже для него было сказано мастерами Тасауфа. Он не представитель Тасауфа, но его труды изобилуют. Вот эти, вот именно, вот чувствуете, видно, проявляете в его трудах то, что он пользуется источниками Тасауфа. То есть, его назвать человеком Тасауфа я не берусь, но в его трудах это наблюдаете, то, что он пользовался именно источниками Тасауфа, мастерами Тасауфа. Он к ним прибегал. То есть, сейчас у нас некоторые его вещи принимаются, а некоторых молчат, например, не говорят. От чего? Ну, то есть, здесь вопрос то, что отличие. Чтобы отличать таких великих учёных, да, вот. Один раз спросил один человек, чем отличается, кто более величий Баязид-Бестами или Джунайд-Багдад. И ему ответили, чтобы об этих людей судить, надо на этот уровень ставить. Ответ получен? Да. Есть ещё вопросы? Последние вопросы с зала, потом ещё один мой и капагин. Прошу вас. В основном, противники суфистов, как я знаю, это фундаментаристы, да, сурокиты. И они обвиняют, не знаю, насколько правил, сколько нет, скажите, как раз, пожалуйста, то, что те новочасовые зипры, которые делаются, это не было в основе, нет, это что-то новое. А особенно, похоронение могилам. И как раз это, наверное, конфликтный момент, который есть у некоторых людей. Поясните. По поводу зипра, мы знаем, что в Куране Всевышний говорит очень много аятов по поводу зипра. Вот несколько приведём, мы скажем, «Биллях, я юга ладина, ана нурхуруллаха, дикран кафира». Это 40 аят из 33 суры. «О, вы, которую веровали», то есть Господь свидетельствует о том, что есть вера, потом что-то после этого аята приказывает или запрещает. Да, мой случай, он говорит, «Урхуруллаха, дикран кафира». Вы часто упоминаете Аллаха. То есть человек эту жизнь проводит или же в забвении, будучи гафелем, или же вспоминающим. Слово «инсан» от слова «один из смыслов» – это забывающий, забывчивый. То есть человек постоянно нуждается в напоминании. И вот ликар именно способствует тому, чтобы сердце, оно вспоминало о Всевышнем и обрело умертворение. Умертворение. Будьте следующее в том, знаете, что вспоминание Аллах, сердца, обретает умиротворение. То есть, да, зикар, если посмотреть книгу имама Налавы, ее сейчас там некоторые ломают, портят, под себя подгибают. Но взять в оригинале книгу имама Налавы, что он говорит? Сколько зикаров пророк совершал? Он, как Аиша, Радуи Аллаху Ангел, говорит, что он постоянно был вспоминающим Аллах. Есть хадис, где Расулла, салю Аллаху, говорит, подобие того, кто поминает Всевышнего Аллаха, и того, кто не поминает, это подобие живого и мертвого человека. И по поводу дома говорит пророк. Тот дом, в котором има Господа поминается, и та квартира в нашем языке, если используют, в котором не поминается, это подобие живого и мертвого. То есть, да, Тасау, он настраивает на том, чтобы человек всегда помнил об Аллах. И зикар есть, и все сердечные, альве, а какое? То есть, человек, он поминает имена Аллаха. Есть имена Аллаха, есть качества Аллаха, и их поминает. Потом, знамение вот этого мира, этой вселенной, это тоже нам напоминает об Аллах. Воистину, в творении небес и земли, смене ночи и дня, есть знамение для людей разума. То есть, все это нам напоминает о Всевышнем. И потом, когда человек когда-то что-то совершает, он должен понять, то, что я делаю, это соответствует тому учению, с которым пришел в этот мир, как милость для всех миров, Амар Санна Кейля Рахна Калин Арамин, наш пророк Мухаммед. То есть, здесь тоже он поминает об Аллах. Если он поступает правильно, если он отходит от запретного, это тоже поминание Аллаха. И по поводу поклонения могилы. Хаш Аллах, пусть Аллах простит. Вот этот поклев, вот эта ифкира, которая пытается повесить на людей Касауфа, круглые ваххабиты, я бы так сказал, я их саллахитами не вину, потому что саллахит в три века, это первый век, второй, третий, потом халахиты пришли, а потом современные мусульмане со всеми недостатками. И вот они обвиняют, я читал их книги, например, «Наджаля Тудба, Хусуль Исламея», журнал «Исламовеческий исследование», где-то у них там 70 с лишним томов, потом «Ифетли» их ней, потом книги «Варашюры», «Мухаммед» и «Бенджамиль Зинут». Они в куфре, в неверии отменяют людей Касауфа, что они могилам поклоняют Аллах, Аллах. В начале Ислама пророк вообще запрещал такой зияр от Илкубур посещение могил, но когда он воспитал свою уму в исламских ценностях, он что им сказал, об этом имам Муслим говорит, «Зуруль-Кугура фаилляхатудакирукмуляхара». Вы посещаете могилы, и воистину посещение могил вам напомнит об вечной жизни, потому что если человек не будет посещать могилы, он превратится в круглого материалиста. «Дыням Аллахча». Первое – это напоминание вечной жизни. Вторая причина, потому что акцент «Викри Хазимиллязят» имама Кирмизия, сходи с пророком, он говорит, что вы чаще вспоминаете разрушительницу мирских наслаждений. Второе, как в хадисе говорится, это ибра, это назидание, это наставление. Посещение могил наполняет глаза слезами, а сердца смягчает, потому что мама, папа, брат, друг. Человек ведь задумывается, иначе превратится в робота, в левиафана, в материалиста, который будет только один гадман. И чтобы там один шкаф поставить дома, готов маму в дом престарелых отправить. Посещение могил имеет большую мудрость. И мы знаем, что и пророк Алисалям посещал могилу, и его дочь Фатума, Раби Аллаху Алисалям, это есть в исламе. То есть посещение могилы есть. Есть этикет в соответствии с тем, как наш пророк, как асхабы, как праведники посещали могилы. Открыт, например, того же имама Навага, который сделал комментарии хадисы муслим. И сейчас некоторые пытаются по-своему комментировать хадисы пророка. Ну, были такие, Ибн Хаджар, Аскаляны, имам Навага. Вот как они комментировали хадисы? Посмотрели, что они говорят про Зияра Ат-Укабу. И вот в рамках этого надо посещать. То, что обвиняют в поклонении Аллах, Аллах. Мы знаем, каждый мусульманин читает суру Фатиха. Ия кана Абду, ва ия кана Станин. Только Тебе мы поклоняемся, и только Тебя просим в помощи. То есть мы поклоняемся Всевышнего Аллаха. И цель, одна из целей создания человека, это поклонение. Ва на халяху джинава инса лилля яабудун. Сурезария, говорится. Вообще мы сотворили джиннов и людей, дабы они мне поклонялись. То есть я арифум, Тавсиды говорили. Чтобы познали меня и поклонялись мне. То есть Господу мы поклоняемся. Ответ дал. Ответ дал. Сейчас я хочу, чтобы вступили в дело оппоненты. Абдуров еще получит возможность. Высказать пока по тому, что он говорил. Айдар, я прошу вас. Сцена на этом в работе была, это выбора которого. Суфизм для меня остается правильным. Как содержательным, в смысле так и фемиологическим. То есть как явление, которое можно изучать снаружи. Поэтому у меня большая честь быть приглашенным сюда. И присутствует среди таких известных персов. А теперь я перейду в это место оппонирования. Сколько, может быть, какие-то дополнения или, может быть, какие-то упущения я покажу. Или свои вопросы просто задам. Потому что оппонировать и бодаться друг с другом, это мы все умеем. И как татары, и как мусульмане. Нужно учиться нормальной беседой, я считаю. Вот мне... Я с интересом смотрю турецкий сериал «Унус-Мрэ». Первое, что у меня возникает, это почему, например, на наше татарское телевидение переводят и показывают те же турецкие сериалы, но они не несут какой-либо воспитательный взрослый. Это просто человеческие трязги, товарство и так далее. А вот если вы перевели вот этот замечательный фильм и показали его, я всем рекомендую, показаны тончайшие нюансы трансформации человеческой души на примере этого исторического персонажа, это реальный человек, который был унус-Мрэ. Его общение с шейхом, да? Можно сказать, что шейх главная фигура даже. Такой мощный воспитательный процесс. Это же действует на зрителя. Турция вроде бы секулярная страна, и мы знаем, что в ее истории была этап борьбы с их исправлением религии и ведущие линии мусульма. Но тем не менее, вот это, ну, как сказать, народная, фундаментальная привязанность к армии к исламу, она у нас сохранилась. И вот сейчас более свободные, скажем, во времена создания ступики эпоху, они обращаются к своему наследию. Мне остается, и нам остается, нам только заедут, да, таким возможностям. Дальше. Здесь, уважаемый дорогой хозяй, Жак говорил об истории средневековья, золотой армии казанского транспорта. Здесь у меня уже возникает вопрос. Вроде бы все замечательно, и ислам был, и суфизм процветовал. Но вот составив тех 150 тысяч воинств, которые пришли брать в Казань, одна треть были, опять-таки, наши соплемники. И я не уверен, что у них не было своих суфизских шейфов. Они же практиковали ислам, и никто им это не запрещал. То есть мусульмане пришли в войну, и на мусульман. Здесь не все так однозначно, и с этим еще нам придется разбираться. А вопрос, даже вопрос, замечание, какого же была тогда руль шейфов, если они не смогли договориться друг с другом, что у ребяток так нельзя? Это большой вопрос. Поэтому, а право козрату, может быть, выяснили. Вы обошли этот момент. Что еще о суфизме? Суфизм не может, по моему мнению, иметь массового характера. Человек захотел изучать финансы, пришел, а в это здание поступил и стал учиться. Как раз такой суфизм, мне кажется, и вырагается. Я понимаю, умею, я обращаюсь, опять-таки, к наследному субегиву, который уже прозвучал, здесь его имя. Да, он высоко оценивал суфизм Средневековья. Он очень позитивно давал характеристики и описание проявления, но в то же время достаточно реалистично подходил к тому состоянию суфизма, которое было на тот момент, то есть при его жизни, и фактически сказал, что суфизм вырагался. А вот эти суфанбоши, шайфа, то есть шайфи, которые даже не головами, а выкурятся вместо головы, но это просто ряжение и ничего оттолкового, ни с воспитанием, ни в смысле там духовного роста для своих последователей они дать не могут. Это тоже реальность. Лично я сталкивался с подобным, но уже современным шейфом, который приезжал к нам несколько лет назад в Казань. Шейф увлеченно рассказывал о пороках какого-то известного персонажа сына или внука одного из известных шейфов начала 20 века, который же в Англии. Само по себе, вот этот райбят, он уже показывал, что человек сам, как он не очень-то продвинутый, да, и тогда какой смысл ходить за ним, хотя он красиво одет по правилам своего ордена. Вот такие шейфы тоже есть, и я возвращаюсь к тому, что суфизм учения не для массы, а для избранных, причем Аллах избирает тех, кто идет к шейфу. Я не перешагиваю? Я остановлю вас. То есть, это последнее. Я просто расскажу такую историю, она, можно сказать, выдумана, но она очень суфийская. Суфи же мы историю выдумали, но у них кроется очень важное зерно осознание. В каком-то городе узнали, что приезжает большой шейф, суфийский ходжим из середины, народ собрался, его ждали, он должен прийти в 6 часов. Народ после работы помчался, заднился в зал, тысяча человек, через час еще он не пришел, люди посидели, посмотрели на часы, решили, в рабочий день я устал, вообще-то шейфа нет, он опаздывает. И он не придет, и уши, осталось 900 человек. Значит, потом вдруг еще час посидели, открываются двери, валивается, примерно такой же зал был, валивается шейф, он пьяный, катится вниз по лестнице. Народ увидел, возмутился, из оставшихся 900 встали столько, и ушли, что осталось 9 человек в зале. Тут шейф поднялся, уверенный, как он сбежал на сцену, он был пресс абсолютно, и сказал, теперь остались те, кто достойны получить то, что я вам принес. Это я к тому, что суфизм все-таки для избранных, или для тех, кого Аллах уже подготовил для восприятия этого знания. Поэтому, когда суфизм обвиняют в чем-то там, в чем-то плане Магомеда и т.д., это действительно ифтеракт, действительно выдумки, потому что обвинители исходят из своего низкого духовного статуса, и обвинения другого они таким образом самоутверждаются. Хотя есть простой фагист, который тоже по-моему посыскому, он не суфистский, конечно, он полностью созвучен с отношением суфизма к феномену смерти. Правда, я сам сказал, что достаточные смерти, как наставленка. И это известное, наверное, молодое выражение. Поэтому, говоря об обвинителях, могу сказать вот это и от друга поздравлять абсолютно правду. Я за это что-то. Спасибо. Спасибо. И у меня сразу, как у ведущего, к вам вопрос. Шенков Туров нам набросал такой исторический очерк, какое отношение суфизма имеет к эти делам, к Татарстану. Но это очерк исторический. Нельзя сказать, что я вообще не сталкивался никогда с суфизмом. Я много времени проводил на Кавказе, сталкивался с кавказскими тарикатами, я много времени провалил в Узбекистане, в Таджикистане, я сталкивался с памирскими тарикатами, с узбекскими тарикатами, я был в Северной Африке, сталкивался с Северной Африке, и везде я встречал социальную организацию прежде всего. Мне, конечно, объясняют, что это задача социальной организации, полировка души. Но прежде всего это была социальная организация. Нынешний Татарстан. Я не вижу никаких тарикатов. Я не знаю никаких действующих шейков. Да, приезжают кто-то из Кавказа, приезжают из Турции. Если, на ваш взгляд, суфизм к современному нам Татарстану, имеет ли он место? Простой вопрос, можно ответить далее. Лично мне о таких шейках или существующих тарикатов Татарстана известно. Мне неизвестно, извините за этот тазу. То есть, как социальный институт вы не наблюдаете? Не наблюдаю, да. Спасибо. Есть ли компонент, то вопросы у зала? Удивительное. Удивительное понимание темы, что все осталось у вас. Не, не, я просто одобрил. А, это одобрил. Прошу вас. Второй раз. Я, наверное, буду говорить то, что вопрос, который есть в обществе. Также говорят то, что суфизм любят новые придумывать истории, в том числе обвиняясь в том, что очень много хадисов придумывают или их походят под себя. Что вам в этом обществе? Я не совсем понял. Речь идет о том, что суфизм придумывают хадисы, что ли? Те люди, которые называют себя суфиями? Ну, если я речь идет о тех людях, которые называют себя суфиями, и они придумывают хадисы, то это, наверное, не суфии, потому что настоящие суфи вряд ли с того придумывают хадисы. Надеюсь, я ответил, да? Прочит добавить на наш вопрос. Наш любимый пророк, салям Аллаху, алейху вассалям, говорит нам, «Когда да аля я мутаммадан, халь я табалу, на адахуаланна». Тот, кто... То есть, смысл какой хадис? Тот, кто припишет мне один хадис, тот, пусть он в этой жизни уже для себя адскую ложь приготовил. То есть, это поклепный пророк. Мы знаем, что пророк, алейху вассалям, он нам раскрыл всю суть ислама. Ислам – это совершенная система, как в Коране говорится, «Аль-Ял наакнальту ля кунгимя кунгимя кунгим, сегодня я сделал для вас религию совершенной». То есть, ислам – это и истинная религия, и просто религия в понимании ориенталистов. Это образ жизни, это культура, это цивилизация. Вот есть исламская цивилизация, есть чурская субцивилизация, есть апогеты чурской цивилизации, золотардырской цивилизации, наследниками которых мы являемся. И то, что приписывает пророку – это поклеп Аллах, согласен. И хадис пророка об этом говорит. То есть, определять, какие хадисы ложные, как не можешь, как разбираться в хадисах. Есть целая шариатская наука, с целой шариатской наукой, как иль-мал-хадис, усур-мал-хадис. То есть, это удел ученых. И здесь каждый может от себя что-то добавлять. Сейчас же у нас любят говорить об исламе в крик и в кость. Каждый суслик – агарано в исламе, извините. Можете возвращаться, потому что достало время продолжать. Переходите к следующим своим тезисам. Ну, еще продолжать насчет истории современности. Насчет, например, вот таких современников наших, которые несколько лет тому назад, к сожалению, покинули этот дрянный мир. Мы знаем, что мы здесь тленные. Куль-лю-на-аля-гер-хан, все, что есть на земле тленные. Мухаммед Садик, Мухаммед Пюсов и друг, единомышленник, и устаз наш. Он был в свое время муфтием в Средней Азии. Он был ректором Исламского института в Ташкенте имени имама Бухари. Он был шейхом Касаупа и был ляжем от Касаупа в комитет Касаупа. Семь человек туда входили. Вот он, один из них был Мухаммед Садик, Мухаммед Пюсов. Вот он, яркий представитель нашего современника, Безвинзаман Даша Бес. У него есть книги про Касаупа, не только про Касаупа. У него есть энциклопедия, хадисы, и по всем шариатским наукам. С ним довелось общаться, брать у него уроки. И у нас, в Казань он приезжал, в Москве был, в других городах России. В Ливии были мы с ним, в Кувете были с ним. И вот что еще хочется о современниках сказать. Например, мы знаем, что Тасауп не только у нас в Палолжье. Основная часть мусульман России живет в Палолжье и на Северном Кавказе. И вот он, Тасауп был, если не сказать, в современных муршидах. Ну, в Муфте Дагестана примерно. Потом в Чечне есть Тасауп. Потом, когда Мухаммед Салахуддин, он организовал курсы для обучения, повышения квалификации многих исламских стран, в том числе, когда мы были в Катаре. Мы посетили и пятничную проповедь шейха Иисупа Аль-Харадарии, в том числе, домой пригласил. И вот я ему тоже задавал вопрос о Тасаупе. Он высоко отозвался и книги подарил. Он говорит, вот две мои последние книги я посвятил Тасаупе. Он мне подарил. Потом есть, у Тата, есть понятие бешек, нахад, колыбель. Вот даже колыбельные песни, будем сказать, да, вот такие слова, вот элементы Тасаупа себе несут. Аллаху, Аллаху. Вот этими словами, зикрами, как бы, да, взращивали, воспитывали детей. Потом еще по поводу Тасаупа хочется сказать, вот когда мы были в Кувете, тоже на курсах, Мухаммед Салахуддин, Афханда он возил, и вот там нам лекции читали. Один из шейхов, он шейх, ученый, профессор, доктор, его специализация в исламской нравственности. И вот он как раз нам рассказывал и спросили, я у него спросил, а какую книгу вы по нравственности нам бы, шейх, посоветовали? Вот его звали шейх, доктор, профессор Баден Алмаз. Увидите, он сказал, все книги, которые когда-либо были посвящены нравственности, вращаются вокруг одной книги, автором которой является Ходжат-Улислам, долг ислама, который 300 тысяч хадисов соснадами знал, 999 книг написал. Одна из книг «Я Югаль Валик» является «Достояние всего человечества под защитой ЮНЕСКО». И вот его труд самый известный, он упомянул. «Ихья улюмуддин» – это возрождение или воскрешение наук о религии. И все книги по исламской нравственности, которые когда были написаны, они вращаются. Далее еще хочется что сказать. Вот имам Газали говорил, то есть да, вот я согласен, что это не то, что всех вот обязывает, давайте вы встаньте на этот путь. Первое – мы что должны? Нашу апыду исправить. Касхи-гуля-апыду, она должна быть сунниткой, потому что мы сунниты, мы не шииты или кто? Мы здесь сунниты российские, но все время. Второе – это фиг постичь должны, потом руководствоваться. А Таслаф – это четвертый этаж. И является глупцом тот человек, который дом строит с дымохода. Йорк-нумер-джиадан-ки-зюган-ки-ши-ахмак-була. И еще хочется сказать про нравственность. Вот имам Газали пишет, как учит нравственность. Таслаф – это кахалюк, это приукрасить себя нравственностью пророка Алиса Алиса Алиса. Приукрасить свое сердце нравственными качествами пророка Алиса Алиса. Всевышний говорит о пророке. И одна из его миссий была «Имама Маликова, этот хадус имама Бухари есть, я воистину не способен, чтобы усовершенствовать или довести до совершенства человеческое благонравие». И вот имам Газали говорит, а как нравственность улучшить? Первое, то есть человек он сам может себя воспитать, есть такое понятие «самовоспитание», это есть. Второе, это иметь духовного наставника, шейха, который тебя воспитывал. Третье, это искреннего друга. Верующий является зеркалом верующего. Если кто-то на наш недостаток укажет, мы должны с благодарностью это принять, скажут, что там у тебя на голове змея и скорпион, и избавишься и будешь благодарен. Но, к сожалению, в современной действительности это не воспринимается, люди озлоблены к этому относятся. Следующее – это принимать разумную критику. В каждой критике есть разумные зерна. Мы скажем, да, это наши враги, они нас ненавидят, они завидуют, за это наши недостатки выявляют. Иногда друзья не видят, не замечают, иногда стесняются говорить. Вот критика врагов и смотреть, оценить. А может быть, в их словах есть зерна разумных критик, это смело принимать. И следующее – это учиться нравственности у безнравственных людей, невоспитанных. И вот когда у Иса ибн Мария, алейхиссалям, посланник Аллаха и Люкмана Хакима, рахматуллаху алейх, спросили, а где же вы научились нравственности? Они сказали, мы посмотрели на поведение безнравственных, невоспитанных людей, отошли от этого. То есть вот примерно, что говорит нам имам Казали про нравственность. И еще хочу рассказать, если есть возможность, вот про… Еще одна минута есть. Да, еще одна минута есть, если есть. Хочу затронуть тему, чтобы не забыть. О, московский мастап. Про московский мастап. То есть наблюдается тенденция некоторых политических кругов среди нечистоплотных политиков, которые пытаются отделить ТАСАО под традиционного ислама. С этой целью они подталкивают псевдоученых и представителей древней профессии, то бишь журналистов, таких как Раис Сулейманов, который, например, является специалистом по иудаистике. Вот человек у иудаизма учал. Он себя объявил теперь исламоведом. Хотя ни арабского, ни персидского, ни тюркского языка не знает, не владеет ни одной шариатской науки. Пусть эти люди лучше учат своих жен, как щива, а не мусульманам, как правильно понимать и жить в соответствии с этой великой цивилизацией ценностей, с которой Всевышний Аллах нашу любимую пророка послал, как милость для всех миров. Говорится в Коране. Вана, Ас-Сан-Нака, Илья, Рахмата, Илья, Аля, Муха, если мы тебя не послали, как милость для всех миров. И вот еще хочется пользуясь случаем напомнить, что у нас 18 числа за ходом солнца наступил третий месяц по мусульманскому лунному календарю, Рагиюль Ауган, дословно переводится, начало весны, месяц, в котором родился наш любимый пророк Мухаммед, саляллаху алейху ассалям, это месяц ущерп и набит любящих пророка особой любовью. Мухаммад является проявлением божественной любви. А если бы не было Мухаммада, то в чем же тогда проявлялась любовь? Спасибо за внимание. Пусть пока будут у вас. У меня сразу возник целый город вопросов. Частью, они были произнесены не мной, но заинтересовали или нет? Я буду спрашивать по мере того, как я никогда не умолву, как я занесу. Я постараюсь их сформулировать так просто, что о них можно было ответить да и нет. Скажи, пожалуйста, суфизм. Я бы попросил Стаса Огрима. Как вам угодно, Стаса Огрима? Как здесь прозвучало, правда, в предмету суфизма, что это вещь в себе, не очень понятная. Вы, тем не менее, разъяснили по четвертой стадии полировки души. А вот у меня есть, и у всех, я думаю, есть некий личный опыт знакомства с суфизмом. У кого-то внутренний, у кого-то внешний. Но у меня вопрос. А что это? Это вот та самая нравственная шлифовка или все-таки это социальный институт? И возможно ли это нравственная шлифовка без социального института? Или это вещи неразрывные? А если они неразрывные? То есть это и социальный институт. То есть человек может и сам, имам Газаревец сказал, человек и сам может в своем нравственном случае. Но это и социальный институт, потому что мы видим, что есть очень много институтов ТАСАУ, такие как ДАРГА, такие как ЗАВИ, такие. Они и социальную миссию исполняли, и до сих пор исполняют. И вот как профессор сказал, что да, в Турции, если посмотреть на турецкий опыт, в свое время эти институты были, потом, когда молодотурки, когда Камаль-Паша пришел к власти, начались гонения на ислам. И знаем, что в начале 20-х годов прошлого века каждые 6 часов одну мечеть в Турции разрушает. Сейчас каждые 6 часов новая мечеть открывается. Все эти институты ТАСАУ были закрыты. То есть, да, это и институты, это и в Африке, и сейчас они действуют, и в Африке действуют, и в Палестине мусульманам пользу приносят, и так далее. То есть, вокруг шейков появляются институты, которые служат обществу, как Пророк А.С. говорит, это не просто зикр там делать, размышлять о смерти в рамках коврика. Это и служение Уммы Мухаммеда А.С. Лучшие среди людей, это те, кто больше пользу приносит. То есть, мы должны быть социально полезными личностями. Как Боязи Христами сказал, «Аддину тазиму ли хак, тазиму ли амрилля ваща хакату и ля хаккаля». Религия – это возвеличивание заповеди Господа. То есть, не с нагрузкой, а с величием, с трепетом исполнять заповеди Господа и милосердное отношение к Его творению. То есть, смотреть на людей с таким сердцем, каким Пророк А.С. смотрел. Вот для этого наше сердце должно быть похоже на сердце, как Саадиша Рази. Он берет глину, книга «Бустан», и из нее исходит аромат. Он говорит, «Ты глина или амбра или мускус?» И идет ответ. «Я глина, но я была у подножия, то есть у стебельков розы. И каждое утро роса капала. И вот я впитала вот этот аромат себя». То есть, Пророк – это цветок. Вар. Вау – это виляят, святость Пророка. Даль – это призыв. Истинный дават уляль-хак. Рауфу Рахим – это сострадательный, милосердный. Имена Всевышний Пророку подарил. То есть, Пророк был таким. Он служил людям. Лидером народа является тот, кто служит. И вот люди, то есть, мы должны служить. То есть, эти институты, они история об этом говорит, и современность. Это о социальных институтах. Да. О социальных институтах. Вот такое вот обособление. Нет, обосабливаться нельзя. То есть, мы должны быть. А как это закрытая социальная община, которая есть мы-тарикат и есть не мы, просто мусульмане? Нет, такого нет. То есть, это уже высокомерие. Потому что Хасан Бастрик, Рахматуллах Алейх, он говорит, что давату смирение, да? Если я захожу среди тех, кто старше меня, я должен думать, что они старше меня, они больше прожили много добрых дел, благих дел совершили. А если они младше меня, значит, они выше меня, потому что меньше согрешили. То есть, я лучше, мы лучше, мы избранные. Это уже высокомерие. Как сказал Иблис, первый грек во вселенной. Я лучше него, лучше Адама. Ты создал меня из огня, а из его изменения. Это кибор высокомерие. То есть, сердце охватит, если этот не дух. Аллах савказал, что он это хочет. Массовость, прозвучал вопрос. Вы считаете, суфизм может носить массовый характер. То есть, могут ли подростки, дети, юноши приходить как в школу и сказать, что мы начинаем учиться вот такого-то шейха вот огромной толпой. Не вот эти вот 9 человек, которые стерпели и опоздание ради знаний, и неподобающий вид шейха в какой-то момент. А вот массового, чтобы полная аудитория пришла и на следующий день, и на следующий. А в следующий год новый набор. Аллах ведет к своему свету только того, кого пожелает. Это выбор Господа. Вопрос, который я уже задавал, но хочу слышать от вас ответ тоже. В нынешнем Татарстане имеет место такую сведу, как Татарстан? Он имел, имеет и будет иметь. Тарикаты есть? Где этот социальный институт? Есть Татарстан. Можно узнать имена шейхов? Шейхов у нас... Что это за Тарикаты? Имена шейхов у нас-то нет, но есть люди, которые как бы являются последователями Татарстана, потому что... Чьи они не имеют... Ну, Муриды... Муриды разных шейхов? Ну, у нас шейхов в Татарстане, люди, которые достигли бы иджаза, иршат, то есть уровня духовного наставничества, среди... В Вольго-Уранском регионе, вот это по словам Максуда Садикова, которого расстреляли в Махачкале представители определенных спецслужб перед Белой Дня, который пытался вот именно наладить диалог среди разных радикальных течений в исламе. Вот он говорил, что 40 представителей Тасавов и шейхов, которые в Волго-Уранском регионе были среди Татар. Но сейчас у нас, к сожалению, нет. Все это было уничтожено НКВД. Татар В.Д. То есть, на данном случае есть курили, а держат татлит они за шейхами, которые живут в Киеве. Ну, здесь не так... Здесь я... Здесь понятие... Есть связь, им писат, есть связь, да. Они поддерживают связь, они берут уроки, они проходят духовное воспитание, да. Может быть, и у нас, иншаллах, все это возродится, но, к сожалению, это указами чиновниками не происходит. Такой вопрос. Такой вопрос. Вы только что... Мы еще будем говорить о традиционном исламе, но мы дважды или трижды сегодня говорили о примерном равенстве Тасаву и традиционного ислама. Меня интересует, традиционный это все-таки привязанный к обычаю, к традиции, к какой-то конкретности. Как получается, что суфизм равен традиционному исламу, при том, что шейхи-то все неместные? Вы знаете, понятие традиционный ислам. То есть, журналисты по-своему понимают. Вот чиновники, например, в Москве есть определенные чиновники, казнократы, у них есть свое лобби. Они хотят сейчас навязать мусульманам свое понимание ислама, свой московский мосхаб, да? То есть, чиновник будет учить меня, как мне молиться, как верить Всевышнего, что такое нравственность. То есть, они не в свои сани залезли. Во-первых, по конституции, это есть конституция, это общественный договор, пророк Алисалям, он когда переселился из Мекки в Медину, вы знаете, первая конституция на планете появилась, мединские свитки, они тоже под защитой Минусы. Но некоторые чиновники, скажем же, они забыли про конституцию. Они врываются агрессивно в духов, в религиозные институты мусульман. И пусть они своих жен в Москве учат, как щиловать. Это мой им посыл. В зале вопросов, я вас вижу. А микрофон есть или так? Да, конечно. Если вам удобнее с микрофоном, то пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо большое, Воркоров, что согласились принять участие в нашем дискуте. И что вы находитесь здесь. У меня два вопроса. Первый вопрос, он касается не только темы суфизма, а в целом того опыта проведения этой дискуссии, которую мы инициировали. Ну и в том числе и темы суфизма. Самая большая проблема при организации подобных мероприятий, я как организатор говорю, как инициатор, это договориться со спикерами, чтобы они согласились. Поэтому еще раз признательство и выражаю. Но встает такая проблема. Некоторые спикеры у нас ставят условие, что если оппонировать мне будет такой-то человек, или если будет присутствовать такой-то человек, с чем мнением, допустим, у нас спикер не согласен, то в таком случае я отказываюсь участвовать. Это очень распространенное такое у нас явление. Мне очень приятно было, когда вы говорили о том, что услышать мнение человека, с которым ты не согласен, в том числе и критику, это только на пользу может быть. И теоретически все это разделяют. Но когда дело доходит до практики, как правильно возникает вот такая проблема, и люди начинают давать задний ход. Как вы объясните это? И есть ли у нас возможность как-то изжить вот эту проблему и все-таки научиться выстраивать диалоги в полном смысле этого слова? Это был первый вопрос. Второй сразу задать? Да. Давайте сразу. И вот сейчас тоже, когда вы нам излагаете определенные постулаты, суфизма в том числе, но, к сожалению, невольно мне приходится наблюдать, как, говоря о тех, с кем вы не согласны, или с теми, кто критикует, допустим, вашу позицию, вы так, ну, пренебрежительно, мягко говоря, отзываетесь о них, да? И, ну, какой-то вот элемент, я извиняюсь, если я ошибаюсь, адаба не соблюдается. Вот как-то получается суфизм без адаба как бы, да? Да, такая уничижительная характеристика тем, с кем вы не согласны. Ну, вот с суфизмом это вяжется ли? Хотя тут же вы проговариваете примеры величайших суфьев прошлого, которые в таких ситуациях себя очень благородно и достойно вели, но почему-то на практике вы, честно говоря, немножко демонстрируете другую модель поведения. Ну, насчет того, что адаб, я с этого начну, да? Ну, это праведники говорили, умалчивающий, а в истине это не мой шайтан. Когда все молчат, когда все боятся сказать некоторым, примерно, людям, которых чиновники покармливают, да, заряжают, используют, через них там в смуту, в мусульманскую среду вносят. Все боятся, молчание и гнет происходят. Надо иметь смелость сказать слова справедливости. То есть, вы знаете, это все будет передано. Здесь есть представители спецслужбы, ихние люди, и это все будет записано, это все на стол. Пусть они услышат наше мнение. У нас же не каждый день такая возможность возникает, да, вот, высказаться, сказать то, что произнести слова истины. Сказать слова истины тиранам, управителям или некоторым чиновникам, которые пытаются разыграть исламскую карту. То есть, мы должны им сказать, если все молчат, если у некоторых, как себя ведут, как мелкодурзразный сволочь, есть свой кусок, грызу, никуда не лезу, лишь бы меня не тронули там, спаста не сместили, моему бизнесу вред не пришел, а то меня перестанут приглашать на разного рода мероприятия, должны появиться такие люди, которые должны смело сказать слово истины. И вот, мол, старший Аббас Хадрад Бибарсов говорил, Пусть Аллах даст нам возможность всем прожить жизнь, будучи львами Аллах. На последний вопрос-ответ. Ну, насчет, вот, иногда с некоторыми не хочется сидеть, теми, которые конкретно продали свои религиозные интересы определенным структурам, да, и в обоих их используют, да, на подхвате, да, их используют, да, в антиисламских проектах определенные силы у нас в стране, да, а что с этими куклами, да, и иногда с ними просто за одним столом сидеть не хочется, понимаете, потому что это влияет на человеческое сердце, то есть это ниже достоинства. Но ответ ясен, он может быть неудачен. Мы готовы с ними говорить, но вместе с ними сидеть за одним столом, я не хочу, например, с такими, которые предали наши национальные религиозные ценности, с такими людьми за одним столом сидеть, для меня это унижение. Лучше я не приду, пусть он говорит. Я чувствую, что градус дискуссии немножко подогрелся, поэтому я хочу передать слово еще одному оппоненту, человеку Мухаммаду Салапиддину. Прошу вас, этот человек, ну, его поколение, в принципе, он тоже начинал, это с мой путь, с интереса именно к суфизму. Прошу вас. Ну, во-первых, я, конечно, мне трудно оппонировать Драуха Зарапа, ну, в первую очередь, потому что мы более 20 лет сотрудничаем вместе и продолжаем сотрудничать. Но, тем не менее, я затрону, конечно, острые моменты, касающиеся кацаулу, ка суфизму. Вот, ну, безусловно хочу подчеркнуть, что Драуха Зарапа очень профессиональный, то есть, наречивый проповедник, с большим стажем. Вот, поэтому очень четко я разъяснил, каким должен быть кацаул. Ну, одно дело, каким он должен быть, каким он в реальности есть и существует. Это уже несколько... Другой опрос тоже имеет очень четкую тему, требует много времени. Я постараюсь скоро, потому что времени мало. Вот, и первое, о чем я хотел бы затронуть, это, наверное, я хотел бы перейти к несколько... Такую практическую плоскость, рассказая об этом. Ну, учитывая, что у меня уже, наверное, большой опыт, наверное, ну, один из самых больших опытов в исламской практике, здесь их сидящей, то есть я больше 40 лет занимаюсь исламской деятельностью. Вот, в далекие 70-е годы я был школьником, учился в средней школьной и изучал, начал изучать основы ислама именно у иностранных студентов, которые учились у суфистских шейхов. Вот, это потом я узнал, а потом я начал анализировать и понял, а когда мне давали основы ислама, это было, вы представляете, это рассвет социализма 70-е годы, это когда религия была опиемой для народа, я понимаю, что это представляли, это было время, когда религия, все, кто практиковал религию, было примерно, как сейчас наркоман, а те, которые проповедовали, разъясняли примерно, как надо торговать. Вот, и отношение проповедников было, как надо торговать на сегодня, пусть их преследовали. Вот, и, соответственно, мы получали вот эти знания в таких условиях. Вот, я получал знания от этих студентов, которые учились в московской вузах, вот от студентов, в экзаменах они были, один из Мали, один, другой из Судана. Вот, и я получал, и для меня вот сложилось, что такое тасауф, для меня она такой упрощенной формы. Это, в первую очередь, вот такой аят, есть в Коране, очень такой ключевой, очень важный для меня, он остался, и на храмахом, и на лаях каком. Вот, один такой очень важный принцип, то есть, Всевышний определяет наиболее почитаемым пред Всевышним, это тот, кто обладает таквой. Таквая тоже имеет очень широкое значение, это богобоязненность, но на шире, чем богобоязненность, это человек, который стремится не совершить каких-то противодействий или в отношении к другому человеку. И постоянно наблюдает, постоянно чувствует, что за ним наблюдает Всевышний, и он боится оскорбить какого-то человека, даже, пусть он будет другого мнения, или другой конфессии, идеологии, так говоря. Вот в таких условиях я получал, наверное, вот этого тасауфа. Потом кушо, предстанное перед молитвой, предбоязненностью, потом вот эти понятия, которые мне давали тасауфи, зикрула, уструла, эскрана, эскрана. То есть вот эти вот вещи, которые я впитывал в школьном возрасте. Вот, и так продолжал. Вот потом, в начале 80-х я познакомился с другими направлениями. Это тоже, в основном, все направления, которыми я знакомился, они были из-за рубежа, потому что у нас, как вы знаете, не было, все было подчищено в советский период, в борьбе с воинством атеизма, и сделал свое дело еще, научный атеизм у всех вузов. Вот, так что в этом плане была вот такая ситуация. И я познакомился с салафитами, я познакомился с тем, что таблик, 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 таблик. Это все было на 80-х годах. В основном я знакомился с челюстью. Поэтому у меня была возможность как-то сортировать, смотреть, выбирать, наблюдать, сравнивать и так далее. А уже с салафизмом, то есть я узнал о разделе, уже более познакомился с мусульманом, чем на разделе, что есть такое понятие суфизм, только в начале 90-х, после развала СССР, я уже начал знакомиться, что оказывается, и с салафитами. А до этого времени, в принципе, на постсоветском пространстве, я не ощущал. Для нас встреча с различными мусульманами, любым практикующим мусульманам, для нас это был соратник. Мы не различали. В советское время мы не различали. У нас не было ни салафитов, ни субфитов, ни хванетов, ни... То есть у нас не было различений. У нас считают это большое счастье. Мы радовались, мы обнимались и так далее. Ну, разделение произошло в начале 90-х. После распада. Я знаю основателей Кавказского лично, в принципе, мы общались в 80-е, которые стали родоначальниками салафизма, в частности в Дагестане. Их хорошо знаю. Мы общались, взаимодействовали, сотрудничали. Но там появились такие тенденции, были сепаратистские тенденции. И вот определенные силы, в начале 90-х, после распада, смуты, которые начались в нашей стране, по всем направлениям. Некоторые сепаратистские настроения, особенно на Кавказе, люди начали выхватывать какие-то термины из салафизма. Вот они не были салафитами, на самом деле, те, которые проповедовали салафизм на Кавказе, как классическое понимание этого слова. Просто они враты, врачи, 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 врачи. Хорошо. Ну, я сейчас подхожу к Суфии. Подхожу к Суфии. Вот. И здесь появляются Суфийские джаматы. Здесь появляются Суфийские джаматы. То есть, они тоже практически не существовали. То есть, как социальная группа, они уже практически не оставались до 80-х годов. И вот они появляются, и их начинают... То есть, они... То есть, власть предпридающая, предвижающая то время, видя деструктивные какие-то сепаратистские настроения, которые выходили из ост салафитов, ну, так называемых салафитов, вот, или, как потом их начали называть, ваххабиты, решили задействовать вот ресурсу Суфизму, Суфийский ресурс, да? То есть, начали... Подняли вот очень уважаемого человека, Саид, Эфенди там появился. Вот. Потом он начал... Его начали развивать на государственном... Он получил государственный ресурс, государственную поддержку. Вот. То есть, он начал играть такую функцию вытеснения неугодных сил, вот, которые препятствовали вот государственникам устраивать государственную политику. Вот данная ситуация салафизмом, то есть, суфийские террикаты или шейхи, вот, в частности, был такой шейх, как Саид, фейхи. Вот, он играл такую роль. И вокруг него начали, создавая такая бюрократическая структура, поддерживаемая властями, она постепенно начала вытеснять. Им дали очень большие полномочия, очень большие возможности, даже некоторые бизнесмены, далекие от религии, местные бизнесмены начали становиться бюрократами для того, чтобы просто облегчить себе ведение бизнеса на местах. Вот такая еще страна есть у суфизма. Хотя я еще раз хочу подчеркнуть, что суфизм сыграл очень большую роль в истории ислама, вот, но есть некоторые моменты. Бевая реклама. Ну, примерно, как бы, есть разные страны, поэтому заключаются в своем выступлении, хочу сказать, что суфизм это очень... То есть понятие суфизма оно очень разное и в разных... Даже в разных странах одни и те же дарикаты имеют разную специфику. Даже с одним и тем же названием у них есть разные специфики, разные культуры и разный менталитет. Поэтому тема очень широкая, Здесь трудно действительно лопаться. Спасибо. Мне искренне жаль, что у нас так немного времени на такую любопытную тему, но время наше истекло и мы должны переходить к следующему вопросу. Если можно, очень коротко. Поэтому вопрос сам я представитель духовного права мусульман господин Петрастан. Меня зовут Мияв Садрат Сабиров. Пару слов хотел бы сказать в качестве дополнения к выступающим. Сегодня, к сожалению, некоторые мусульмане, некоторые мусульмане пугают слово суфи или суфизм. И это отношение возникает из-за незнания истории. Из-за незнания истории ислама в нашем регионе суфизм является неотъемлемой частью ислама. Это одна из исламских наук, которая, как уже подсказано, я это еще раз хочу подчеркнуть, которая изучает методы и способы духовно-нравственного совершенствования. Нужно бояться лже-сухих. А настоящие суфи это искренний, благочестивый, набожный мусульман. Этих понятий не было во время пророка, многих понятий в исламе не было во время пророка. Они появились в течение времени, и это было необходимостью времени. И настоящий шейх, истинный шейх, продолжает систему воспитания права мухаммада, алейхи, садат, алейхи, садат, вот это мы должны понимать. И Духовное управление мусульман Республики Татарстан несколько лет назад подготовило документальный фильм о татарских духовных настанков. Я предлагаю вам посмотреть этот фильм, там рассказывается об истории ислама в Средней Повожье, именно о сутизме, об истории сутизма в Средней Повожье. У нас в Ютубе есть татарские духовные настанки. Ахмад. Я дам услов на следующую часть, просто у нас все пожелает время. Это не потому, что это проезжает мухаммад. Спасибо. Субтитры